Привет, я Айден и вы смотрите мой эксперимент. Возможно ли обычным парням, один из которых совсем не шарит в автомобилях, практически с нуля заработать до крутецкого немецкого автомобиля BMW от 2010 года выпуска? Заработать, конечно, перепродавая другие автомобили. Спасибо большое за поддержку в виде лайков и комментариев. Вот под прошлым выпуском столько забрали. Давайте попробуем собрать под этим 10 тысяч лайков за неделю. Сейчас это очень важно, когда YouTube, по сути, активнее рекомендует ролики, которыми интересуется наибольшее количество людей. И касались комментарии, пожалуйста, забирайте, молодой человек. Всю неделю мы с Пашей думали, куда же вложить часть из уже имеющихся в проекте 189 тысяч 750 рублей. Перебрав десятки вариантов за оверпрайс, нашли объявление на Юле. Да, и такое бывает. Которое почти сразу было заблокировано сервисом, как подозрительно. Там продавалось Mazda 626 93 года выпуска за 15 тысяч рублей. Но был нюанс. Машина стоит уже неделю на штрафстоянке и нужно будет также оплатить штраф. Сделать владелец финансово это не может, так что избавляется от машины фактически так. И мы решились на эту авантюру. Кстати, о деньгах. Если возможность инвестировать в акции сейчас временно, непонятно до какого момента это все будет происходить, приостановлено, то инвестиции в крипту никто не запрещал. Сегодня я рекомендую вам Gram. Gram является мультивалютным криптокошельком. Также есть фишка этой площадки, которая позволяет вам, собственно, зарабатывать эту крипту при помощи майнинга. В личном кабинете Gram уже можно скачать приложение на Windows для того, чтобы майнить, то есть использовать вычислительные мощности своего компьютера и получать за это деньги, хоть и небольшие, от 50 до 900 рублей в сутки, но тем не менее это как бы с одной видеокарты. Понемногу каждый день можно уже и какие-то нормальные деньги заработать. В описании будет ссылочка на саму платформу, переходите, ознакомливайтесь, и будет также ссылка на их телеграм-канал, чтобы получать новости о площадке и связаться с технической поддержкой тоже можно через телегу. А мы продолжаем наш сегодняшний выпуск, в котором будем майнить автомобили. Вот такая вот шутка интересная. Алло, да, привет, все, я освободился, вот готов сейчас выезжать. Наверное, ну, они счет должны какой-то дать. На оплату, сколько там оплатить им надо. А, ну, напишу адрес, да, смс. Давай, сейчас сделаю. Так, ну, короче, еду сейчас за Пашей, потом еду за этим мужиком, потом мы едем на штрафстоянку, там получаем счет. Не знаю, мне кажется, вариант очень интересный и сладенький. Погнали. Мы заехали за владельцем и поехали на штрафстоянку. Вот она, святая святых штрафстоянка. Машин здесь прям очень много. Мазда уехала сюда после неправильной стоянки во дворе дома. Увидев авто, мы были приятно удивлены. Двигатель работает ровно и на том спасибо. Офигенная тачка, ребят, за пятнашку. Ну, понятно, не за пятнашку, тут еще, честно, считают нам эвакуатор и стоянку. Но это офигенно. От машины за 15 тысяч априори ничего хорошего не ожидалось. Теперь идем решать с оплатой. Вместе со всеми штрафами и услугами эвакуатора накапало ровно 15 тысяч рублей. Плюс 750 рублей штрафа, который выписали на мои права за неправильную парковку, получается, уже моего автомобиля. Деньги внесены, можно забирать. Там сейчас сидит Паша и сидит бывший владелец этой машины. Его мы отвозим на работу и еще пятнашку отдаем. То есть 30 тысяч 750 рублей итоговая цена этой Мазды, которая, вот знаете, в очень хорошем состоянии. То есть она едет, там все работает. Конечно, нет порогов и она не очень симпатично смотрится, но сейчас мы, по-моему, покрасим. Но по технике, по электрике там даже кур работает. Помыв автомобиль, немного приведем его в порядок. Все, пускай сохнет. Сегодня ничего с этой машиной делать не будем. Основная задача просто быстро ее по-перекупски помыть. Она уже помыта, сфотографировать. Сейчас мы как раз приехали на набережную, чтобы это сделать. И продать прямо сегодня. По ходовым характеристикам, пожалуйста, сводка. Ходовые характеристики. В общем, у нее нет абсолютно стабилизатора. Задний стабилизатор полностью отключен. Из-за этого машина вот так вот качает, как на волнах. И тормозят все колеса по-разному. То есть когда тормозишь, ее начинают вот так кидать. И вот так она. У нее нету порогов. Но днище у нее есть. Двигатель от капитален. Двигатель едет нормально. Коробка, сцепление. Печка греет, фары светят. То есть, в принципе, машина хорошая. Взяли мы ее довольно дешево. Теперь можно выкладывать Мазду. Указываю информацию со слов бывшего владельца. Двигатель от капитален. Отсутствие задних стойк стабилизаторов. Проблема с порогами. Ну, вернее, проблем нет. Порогов просто нет. Авито прилагает 123 тысячи рыночной стоимости. Ну, а мы ее пока выставим за скромные 69. Последний путь ей еще рано. Обмен на Kia Shuma не интересен. Ультрабугом пока тоже не готов обзавестись. В принципе, это все предложения, которые поступили сегодня. Японское качество, проверенное временем. Ну, хорошая же машина. Почему никто не берет ее? Ну, никто ее даже не пишет, в принципе. За 60 сейчас она висит. За 64 она висит. Тысяча рублей никто не берет. Ближе к позднему вечеру написала питерская разборка. Ну, покажем машину ей. Здорово. Приехали парни, которые занимаются продажей запчастей на редкие японские автомобили. По движку никаких нареканий. Меняли антифриз, масло и ремень какой-то, генератор, по-моему. На разбор обычно берут там за трясатку, а за трясатку я не отдам. Не, не, ну да. Решали? Решали, что, в общем, откажемся. Да, просто мы бы ее взяли, если бы сейчас вот такой ситуации не было. Сразу было ясно, что машину они не купят за 55 тысяч. Но зато контактами обменялись на всякий случай. Вдруг что-то будет у нас на разборку. Давай. Когда я уже уехал, приехал другой парень, который в итоге и забрал машину. Паша настолько увлекся продажей, что, конечно, не снял процесс. Но, знаете что, ушла она за 50 тысяч. И вот пруф переписки с владельцем, что он не смог открыть крышку бензобака. Теперь у нас есть целых 209 тысяч рублей. Мы преодолели еще один рубеж. И так как с тачками в Питере стало тухло, решили поискать варианты в Карелии. И вот что нашли. ВАЗ-2115 2003 года выпуска всего за 43 тысячи от собственника. Машина стоит в Петрозаводске во владении полтора года. Много чего менялось, капиталился мотор. В переписке договариваемся о Турге и, предложив 36 плюс 2000 залога сейчас, продавец снимает объявление и ждет нашу делегацию. В общем, произошли некие логистические ошибки. Мы должны были выехать в 6 утра. Мы решили никуда не ехать, потому что типа нецелесообразно. В итоге думали-думали-думали, уже все срались, путали и решили, ладно, фиг с ним. Сейчас 2 часа дня, выезжаем в Петрозаводск за этой машиной. И, видимо, в ночь ее повезем. В принципе, вариант хороший, если сегодня мы за ней не поедем, то, во-первых, пропадет залог в 2000 рублей, который я отправлял, что он его не вернет. И, во-вторых, ну, мы ничего не купим. Так что едем. До Петрозаводска почти 400 километров езды по однополосной дороге. Я уже представляю, какой сложной она будет обратно, ведь в ходовых качествах пятнашки никто не уверен. И вероятность того, что она просто встанет на дороге, достаточно велика. Хотя, конечно, продавец говорит, что до Питера она доедет точно. Приехав на место, нас уже ждал продавец. Вопрос на ведерко. Че продаешь? В принципе, пятнашка неплохая. Кузов соли питерский не видел, но кузовные элементы мятые, да и с порогами все не очень. Зато дно действительно целое. В общем, у нас особо нет выбора, тем более эта цена гораздо ниже рыночной в Питере. Мы точно можем заработать с этой сделки. Так что оформляемся, составив два договора. Напоминаю, это владелец по ПТС и СТС. В папку мы решили сложить все необходимые документы, чтобы они прям были в одном месте. Очень удобный лайфхак. Ну что, сейчас предстоит мне долгая дорога. Тут единственный минус, конечно, нормально едет. Во-первых, я ничего не вижу, потому что стекло грязное. Сейчас и мывайку надо купить. Во-вторых, там сидишь, типа лежишь. То есть там сиденья не регулируются, приходится лежа будет. Дорога домой была достаточно напряженной. Трасса абсолютно не освещена, но машина ехала без особых проблем. И на том спасибо. Речный слепят. Здесь у нас дальние работы так, что он слепит других людей, поэтому я с ним почти не езжу. Зато очень мощно светит люстра. Узретьте, пока никого нет. Вот это дальний, и вот это, и вот это люстра. На камере плохо видно, но освещает даже деревья. Прием, прием. Едем сейчас по мосту. Ночь, темно, темно. Прием. Я могу сказать, что я только что все это время ехал на первой передаче на холостом ходу и притормаживал еще. Ну что, друзья, 3.16. Я, кстати, думал, что мы приедем позже. Я думал, что в 4 приедем. Я думал, что мы вообще в 6 приедем. Мы ее отогнали на парковку Меги. У меня просто нога дико затекла и не может двигаться, потому что я сидел... У меня болит колени, потому что сидение вообще никак не двигается. Да, сидение не двигается. Я сидел в такой позиции подвешенной, короче. Но, в принципе, она ездит, она на полном ходу и 120. Но когда начинаешь ехать больше, чем 110, начинаешь прям очень сильно бить в руль. Ну, как говорил хозяин, здесь просто одно колесо сильно бьет. То есть надо балансировку делать. Да. Ну, так в целом по ходовым, ну, как бы супер вопросов нет за такие деньги. Но, как бы, внешний салон тоже весь раз долбан. То есть там ремень не втыкается, все какое-то сломанное. Короче, оставляем ее сейчас здесь. И уже послезавтра будем решать все эти вопросы, сфотографировать. Нас очень сильно спасал этот фонарь, который просто лопашит, ну, вы видели, собственно, кадры. Без него было бы плохо. Но это, как бы, не очень законно. Вообще, это 12.51. Да. Это внесение конструкции, внесение изменений в конструкции автомобиля. Но ее легко снять при постановке на учет. И мы хотели ее снять перед поездкой. Но хорошо, что мы не сняли, потому что мы реально ей пользовались. Включаешь, когда никого нет, конечно же. Она просто освещает вообще все. Сверху, снизу, слева, справа. Все, ладно, сейчас мы, короче, едем по домам спать и дальше продолжим. Спустя пару дней я приехал мыть машину, чтобы сфотографировать наконец-то и уже выложить ее. Вообще, мы хотели сделать это вчера. Я даже приехал, но забыл ключи от машины дома. Что-то я документы потерял. Походу. Блин, вчера, короче, мы приехали вечером, и я забыл ключи. Потом я думаю, что, я документы тоже забыл? Документы я не забыл. Я вчера доставал из рюкзака. Помню, точно положил на крышу. Или на эту, или на эту. Что-то пока пошел, я поискал ключи и, наверное, сложил обратно. Потому что потом пошли в Мегу, и потом я уехал. Если бы она была на крыше, я бы точно ее увидел. Значит, она где-то в машине. Сейчас, может, куда-то сюда положили. Из рюкзака я ничего не доставал вчера. Весело. Потерялись документы. Если я потерял документы, то все. Все потеряно. Эту машину за 10 тысяч, за 15, за 20 удастся продать. Документы просто испарились. Хотя я точно помню, как вчера вечером я их показывал. Короче, вчера мы с Пашей, как я уже говорил, приехали. Я забыл ключи от нее. Потому что я выкладывал из кармана все ключи. Я такой, а, ну хотя бы есть документы. Документы я положил, пока я искал ключи, на крышу Фабии. И потом, возможно, я ее оставил там. Но если даже я оставил гипотетическую, ну, папку с документами на крыше Фабии, не знаю, даже если я уехал с ними на крыше, наверняка они где-то на парковке остались. Возможно, какие-нибудь охранники нашли. Сейчас, короче, узнаем в Меге. Раз, извините, я не подскажете, я вот вчера на парковке, возможно, потерял папку с документами. Никто не мог ее принести или найти. Такая папка формата А4, там документы на машину были. У нас полноходок, нам не приносили никакой папки. Оставьте заявку. Если принесут, мы вам позвоним. Конечно, на стойке информации их не видели, и я написал заявление о пропаже. Возможно, мне позвонят, но это вряд ли. Сейчас еще раз перелопачиваю Фабию, но в ней точно нет, потому что я уже все дома поискал. Но попытка не пытка. Выход только один, чтобы срочно ее забрали сейчас хотя бы за 25 тысяч рублей без документов. Выкладываю объявление, и телефон разрывается от звонков и сообщений. Но даже за 25 тысяч никто не рискует забирать машину без каких-то документов. Это... это все. Я, друзья, в шоке. С того, как развиваются сегодня события. Вот честно, у меня такого подавленного состояния и настроения еще не было. Потому что обычно я грущу, когда нас кидают. Но когда тебя никто не кидал, и ты потратил тысячу километров, кучу времени и нервов, и спину, вот эту, которую, когда я вез в эту машину, просто спина у меня отваливается, потому что я сидел в такой позиции, ну, это все, ты помните, видите? И когда все, казалось бы, и ты берешь, просто выкидываешь документы. Формально выкидываю документы. Все, просто их нет. И сегодня весь день был потрачен просто на то, чтобы найти клиента, и машину забрали хотя бы за 25. Но никто не хочет ее забирать за 25, потому что машина без единого документа. Я уже позвонил сегодня хозяину. Он отказывается даже за деньги восстанавливать ПТС-ку хотя бы, чтобы хоть какие-то были бумажные документы. Можно так считать уже, наверное, официально. Я не знаю, что еще может произойти и перевернуться, что я потерял 40 тысяч рублей. Ладно, не, я как бы не уныв, просто, видите, ну, я лоханулся. Обидно. Если бы кинули, я бы сейчас тут говорил, ой, меня кинули, какие все плохие, а тут, ну, тут только я плохой, получается, потому что так лохануться мог только я. В общем, априори, теперь в дальнейшем все документы будут храниться у других людей. Я больше не притронусь к ним. Ни ключи, ни документы, все. Не хочу хранить у себя, ничего не хочу. У меня все теряется. Вот тут такой вот я, к сожалению, человек. Ладно, спасибо за поддержку, что ставите лайки. В телеграм-канале есть новости и все остальное, так что увидимся с вами скоро и надеюсь, как-то эти деньги вернем, заработаем и так далее. Все, пока. Не видать мне BMW, видимо.